Пробка на Пролетарском кольце доживает свои последние дни. Проблема, которая существует долгие годы, будет решена благодаря новой дороге от улицы Лесной до Новикова Прибоя. Строительство этой дороги началось в июне и за три месяца она практически построена. Будут установлены необходимые дорожные знаки, будут установлены вот здесь вот железобетонные блоки пропетного типа. Вот здесь вот водителя мы как будем предупреждать о том, что он не сможет на Новиковой Прибою по старой схеме проехать. Вот здесь вот будет указатель, мы еще предлагаем вот такой вариант объезда, он тоже возможен. То есть кому нужен Амысинский мост, у него вариант объезда вот по Нахимова, Глеба Успенского и вот здесь левый поворот тоже. У нас получается сейчас три варианта. Три варианта объезда одной развязки. Чтобы давать, большое количество водителей будет приезжать по инерции, пытаться развернуться здесь. Вот здесь вот мне кажется очень важно установить для них знаки, чтобы они понимали, что схема движения не изменилась. Дорожные знаки установим. Более того, в первое время в ключевых точках будут работать люди, которые будут помогать водителям ориентироваться в новой схеме и осуществлять регулировочные распределительные действия. Потому что первые несколько дней все равно это будет привыкание к традиционным. Разрыв, который был, его уже больше не будет. То есть они приезжают, но уже будут, соответственно, останавливаться. Да, здесь вводится светофорное регулирование, включается светофор, это еще делается и для того, чтобы люди, значит, поток однозначный этот будет очень сильный. И чтобы люди с Мазинского моста могли попасть в аэропорт и на другие участки будет светофорное регулирование. Здесь очень важно, особенно первую неделю, смотреть по задержкам. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что когда идет утреннее время, то есть нам здесь нужно отдавать абсолютный приоритет тем, кто едет из автозавода в сторону центра. Никто не верил, когда появилась окончательная страхи, просто позитивная информация о населении. Наши даже сотрудники, которые работают на этом участке, ездят уже по этой дороге, пользуются ей, чтобы сократить объехать пробки и сократить наше движение. То есть она уже активно в дороге работает, хотя они практически знают только местное население. Дорога полностью сделана. Помимо этого, вдоль дороги выставлены на опору освещения. Вчера в 22.30 уже включили свет, поэтому дорога стала светлой. При этом сделали в том числе и тротуар вдоль всей дороги. Также убрали и сделали карманы для парковки. То есть теперь там нет грязи, там сейчас грануля, там сделаны удобные парковочные места. Если говорить о замечаниях, они, безусловно, есть. Потому что какие-то небольшие вещи делали в спешке. И однозначно нужно будет исправить сейчас заезд на одну из улиц гаражного оператива. Потому что слишком высокие бордюры поставили. И это может быть однозначно неудобно уже для автовладельцев, которые стоят здесь свои машины. Кстати, как сообщил мэр Владимир Панов, движение по этой новой дороге официально будет открыто в ночь на субботу. Чтобы водители за выходные смогли привыкнуть к новой схеме движения.